Около 200 человек каждый год погибают на производствах в Казахстане. Тысячи специалистов не могут работать из-за причиненного вреда здоровью. Такие данные озвучил председатель Федерации профсоюзов страны на международной конференции о безопасности и охране труда. По словам Сатыбалде, да улетали на причины разные. Халатные отношения самих сотрудников, безответственность работодателей, изношенное оборудование. Международные организации труда считают, профсоюзным лидерам необходимо инициировать шаги по поддержке незащищенных слоев населения, решению вопросов безработицы и сохранению рабочих мест. Я бы рекомендовал поратифицировать конвенцию по охране труда на шахтах. А 176 она очень важна, потому что столько наемных работников такой промышленности, как в Казахстане, уже в многих странах и нет. Чтобы люди работали в безопасных, здоровых условиях труда и получали достойную заработную плату. Это, я думаю, базис расцвета страны. Конвенция по работникам семейными обязанностями, потому что должно быть распределение семья и труд. Сейчас разработана концепция безопасного труда до 2030 года. И самый, наверное, важный момент в этой концепции, что мы переходим из реактивной модели управления охраной труда на риск-ориентированные подходы. Это что значит? Это профилактика и повышение эффективности, предотвращение рисков конкретно на рабочих местах. Не только в отраслях и по специальности. Сейчас конкретно каждое рабочее место будет изучаться и рассматриваться вопрос предотвращения этих рисков. Своим опытом борьбы с травматизмом также поделились лидеры профсоюзов стран Центральной Азии. По словам участников, проблемы по сути одинаковые, поэтому решать их нужно сообща, внедряя лучшие мировые практики. По итогам встречи примут пакет рекомендаций для госорганов и министерств.